дамы и господа всем привет и доброе утро вот и мой завтрак у меня здесь смотрите какая вилка из-за мельхиора и наверное 50 лет я ее откопала у себя такая прикольная надо ее наверное почистить да такие вещи интересные иногда найдешь в своих же вещах значит тут у меня помидорки шери брынза и небольшая пита из цельной муки нет не из цельной муки это из гречичной муки вот и весь завтрак по сути приятного мне аппетита я всегда ем углеводы с любой своей едой я ем углеводы углеводы просто должны быть правильным потому что иначе вы будете весь день голодным ходить и не сможете вообще никакой неправильное питание ничего если нет углеводов чтобы худеть или поддерживать форму надо есть углеводы но правильные потому что без углеводов сил не будет и вы возненавидите просто весь мир и его маму и все проклянете все приятного мне аппетита и увидимся в следующем включении повторяю для нервных у меня это пятно от краски когда я найду или кто-то мне посоветует чем его можно отодрать я от него избавлюсь а так это краска значит сегодня у меня какое-то такое фатальное ощущение холода не разгибаются даже ноги руки ничего не раздевается там у меня кофта просто это не суть важно как здесь вот эта куртка от кен за помните из какой-то там коллаборации не помню кого уже года ботинки обычные и обычные теплые штаны внизу не я не стала тему берет девать все таки не надо посмотрим может быть потом переоденусь во что-то другое но вот пока выбегаю так потому что реально дубок невыносимый что поделать там бонечка лежит где он вон он мой красавчик вот такая история так я вернулась домой кое-какие дела сделала смотрите вот так это все выглядело у меня внизу это защитного цвета такие штанишки здесь у меня такой же шарфик он хаки но он не просто хаки сейчас я вам покажу видите это типа хаки но с черепушками он меня наверное лет 7 я его просто обожаю и здесь кофточка вот такая из-за из зары что ли обожаю и он так хорошо по фигуре сидит вот сейчас буду во что-то переодеваться еще не знаю во что и пойдут дальше по делам и сейчас вы спросите что такая тишина где все почему темно это потому что столовая это типа столовая коридор здесь нет окон здесь всегда как в казино одно и то же время и никого дома нет потому что ребенок в саду а я вот соответственно хожу по делам муж мне сейчас машине ждет я переоденусь и скачу дальше это практически самый приятный момент когда была уборщица и в холодильнике идеальный порядок я хочу достать вот это вот эта фигня у меня пачкается от кастрюль темных я не знаю как ее оттирать он тоже не оттирается наверное можно там я не знаю типа хлоркой но как-то мне стремно хлорку в холодильник у меня здесь вот такие замаринованные дайте я закрою зря холодильник маринованные цукини короче я просто обжариваю потом чуть-чуть уксуса и кидаю туда оливки я покупаю оливки такие в маринаде ну типа с разными специями зеленый и рута кидаю и уксус и воду оливковое масло все это перемешиваю она стоит маринуется и супер вкусно выходит вот такое замечательное и здесь у меня есть от мамы фаршированный перец это просто невероятно мама такие вкусные перцы делает что просто вал сейчас погрею поем и пойду дальше для тех кто хочет сказать бедный муж ждет машине тут ты тут жарешь все нормально дамы и господа он поехал заехать в банк по делам поэтому у меня есть время перекусить и вот отдел сегодня еще очень много такой дождливый странный день какой-то ждешь-ждешь дождь и в конце начинаешь ворчать что за что за дождь почему так холодно у меня вот реально сегодня такое ощущение холода когда ты стоишь и ты чувствуешь тебе тяжело у меня в европе последний раз такое было в берлине я вышла такой ноль градусов вроде ты тепло одет вроде все супер ты вышел ноль градусов и коленки не сгибаются потому что холодно вот такого типа холод не сгибаются коленки от холода это просто капец знаете я подумала что холодильник можно вот эти вот то что отпечатывается от днищ кастрюли всего не опечатывается когда ты ее задвигаешь да она трется можно вот этими белыми губками попробовать почистить что вы думаете а зеркало я не знаю чем можно вот эту краску который красят но не звездка может это и звездка я не знаю то что это за краска чем я и можно либо либо сидеть отскребать но фиг знает может зеркало испортится а может и нет надо попробовать отскрести как-то это все дело вот если у вас есть какая-то идея чем отскребать или растворять на весь куда растворите для краски который можно если одеть перчатки можно как-то там что-то я вообще не сталкивалась никогда с пятнами от краски которые красят ну потому что как-то не сталкивалась вот и не знаю чем ее оттирать я много чего другого знаю но вот это я не знаю вот допустим я знаю вот это видите а ты записался в американскую армию я нет а вы а вот здесь у меня шедевральная картина досталась мне по наследству от одной из моих бабушек которые сейчас уже с нами нет ее пациентка у нас вообще очень принято в тель-авиве вот у пенсионеров ходить на какие-то кружки что-то рисовать и вот ее пациентка лет там 30 наверное еще 20 назад нарисовала ей подарила она у нее висела да наверное лет 30 назад она у нее висела и теперь вот она досталась мне по наследству и знаете не шедевральная картина но мне она очень нравится потому что она мне напоминает нет обычно который нарисовал до человека от которого нам не досталось у меня таких много разных вещей есть которые именно пришли ко мне по наследству от разных людей которые сейчас не отстали мне это очень приятно многим многим это тяжело мне наоборот люди прожили долгую жизнь как говорится дай бог нам и надо память они сохранять они все время рыдать что они ушли продать надо по тем кто ушел рано и а по тем кто хорошую жизнь прожил и ушел не рано это дай бог нам вот реально и вот это тоже картина мне досталось тоже по наследству она типа как как это называется вышивание но это не совсем сюда вам приближу видите такая вот тоже очень она мне нравится над столом обеденным у меня висит там какая-то штука я даже не знаю что вот это выглядит как будто это рукой с электричеством что-то связано скорее всего выглядит как будто это доступ к канализации но это стена которая вообще да и потолки здесь конечно безумно высокие просто я когда переехала в эту квартиру думаю фига здесь огромная лестница но когда я я про это рассказывал когда я полезла лапочку менять я поняла персала на стул и вытянула руки и еще до хрена там полтора метра до потолка или метр как минимум вот поэтому лестница необходимо это это потолок это уже совсем другая история другая квартира другая история другие потолки другая высота хо 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 дамы и господа смотрите какая прелесть обожаю мамины фаршированные перцы просто обожаю я сама тоже умею готовить но все-таки у мамы получается лучше и приятно когда готовит мама вот приятно но я тоже скоро возьмусь и сделаю перцы вот именно перцы я люблю не кабачки кабачки люблю так цутини не что-то еще а именно перцы мериза тоже очень просил там скалафу вонять перцем перец она любит и котлеты она любит и мясо она любит но вот что вместе что-то ей и я люблю очень с соусом вот этим как это муж мой наоборот ну что это суп по этим не суп а у меня это и суп тоже вот такие я оливки покупаю но это вот с лимоном типа есть еще с разными травами но эти тоже подходит тут видите со мной рукой тут типа лимончик и вот это все и можно вот это прямо вот такие цукини и у вас получится супер хотя я добавляю конечно еще уксус это это в общем я люблю оливки и мне нравится как она вместе все замариновалось так и я так постоянно делаю можно и перцы туда и баклажаны но что-то у меня там стучит что у меня происходит там странная в микроволновке к эта жизнь идет без меня пойду проверю все нормально в микроволновке я просто перец размомила и хотела что он еще погрелся так это идет на стол на стол на стол на стол супер супер тут у меня загружаются видео загружаются видео у меня за последние у меня уже полтора дня грузятся 4 видео загрузилось только одно только блин одно и еще одна обязательная вещь в моем рационе каждый раз когда я принимаю пищу это углеводы в которых низкий инсулиновый индекс это типа из цельных злаков именно цельных без там всяких белой муки да вот именно из цельных знаков любых либо из гречки либо там из овсяных хлопьев учет что-то такое хлеб потому что ну если не есть углеводы с каждым приемом приемом пищи то голодный метаболизм и добро пожаловать накопление жира на всех разных местах своего тела мне это не нужно поэтому я не придерживаюсь варианта есть одну траву все время ходить голодный испытывать дискомфорт и злой быть главное чтобы похудеть худеть надо и держать вес тоже с умом и что все было классно и главное чувствовать себя хорошо нас же главный результат это хорошо себя чувствовать и чувствовать себя хорошо можно и на правильном питании и не наращивая лишний вес почему я не взяла ложку я взяла суп почти не взяла ложку гениально вот это то что меня больше всего весит в Тель-Авиве у нас теперь есть проезжая часть и проезжая часть на тротуаре это просто неприлично это скало сплошные проезжие части уже ходить реально стало негде по сути здесь есть место но эти бесконечные велосипеды вот когда я побывала в хайпе я так обрадовалась что у меня нет велосипедов а вот за это кстати у меня штрафуют когда едешь там где нельзя что я говорила что единственное чем мне очень понравилась хайпа это тем что там нет велосипедов но с другой стороны я понимаю там нет велосипедов по причине по которой мне хайпа не нравится потому что блин там одни горы сейчас я буду показывать очень красивый вид сейчас только дойду и покажу вы видите эту очередь но она не такая большая там большая часть людей внутри вы знаете куда это очередь это очередь делать электронные проездные потому что у нас уже все нельзя платить деньгами у водителя и только через вот такой проездной больше никак и кто прохлопал ушами тот стоит теперь в очереди и делает этот проездной здесь потому что иначе короче все попали я не работаю допоздна и вот там внутри просто давка и стоит человек который руководит этим процессом запускает чтобы не было бардака людей там вот это не знаю как любая наверное новация сначала это геморрой на а потом а потом все привыкают и расхваливают как это удобно смотрите какие мы прогрессивные как все классно но также с метро все ворчат 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 ворчашек тяжело ой 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 как бы построить метро так чтобы страдали не мы а кто-нибудь другой в другое время мы чтобы мы только наслаждались не как всегда кто-то мучается а потом через 10-15 лет стройки есть результаты иначе никому никогда не будет никого прогресса вот он дамы и господа это перекресток улицы и бандеверон и бизингов смотрите какая красота такая перспектива потрясающий там башенки озрели по сравнению вот с этим новым домом это вообще мое любимое здание в городе озрели выглядит просто как что-то такое игрушечное красота чарли ты его опять не там ищешь вот не там ищешь да вода закончится чарли тебя ищет иди покажите на долл это не будет искать и возмущаться что тебя нету чарли не там ищешь побежал побежал почти давай дед ищи они назад не нашел между выгляди поздоровайся с дедушкой не видела тебя нифига он и что же ему приснилось через крыш что только не приснится у ну ладно теперь можно спокойно спать дальше у нас есть кровать еще стоит она не упадет для тех кто волнуется потому что она стоит на вот это и там такая вещь выпирает спинка мы еще не решили куда мы ее деваем да чарли если что тебе отдадим тебе ты мало будет тебя еще 3 чарли сразря вставал ничего нового не произошло скукота бабочка большое спасибо что и нам попу показал того морды повернуть лучше что ты попой иди ко мне мой котеночек ты же такой большой черный красивый большие собаки вообще не любят чтобы их тискали ну так вот рядом полежать самый раз взял бы гири боню что ли потренировался что на них смотришь почему зря оборожь бы он покрутил что-то бы сделал толковое да миш я с Боней разговариваю я гири бы поднял что-то бы сделал лежит такой все-таки мужик молодой должен был и черный надорвется думаешь он настолько шлемазло что мы не расплатимся за его лечение Боня пизоц не мазал это мы шлемазло потому что мы берем таких собак это было бы все он не хочет больше ну как хочешь ты можешь есть последнюю кукурузу ничего страшного мы тут с Боней играем ооо потягушки потягушки белые твои лапы белые твои лапы белые твои лапы белые твои лапы красивая твоя морда какая картина чады ты занял свое место и ты свое второй в ряду возле главного белые твои лапы ну же где такое чувство что у меня уборщик кого-то здесь похоронила интересно кого кого она похоронила на моем кресле так подушка Мелесина вот это тоже Мелесина это тоже интересно откуда и пледы надо это разобрать я ничего не сделал а выглядит так как будто кого-то прямо спрятали в этом кресле несчастное здесь все все кроме того что должно там быть и должно там быть знаете что зеркальце от всем укором зажигалка для этой свечи салфетки у нас нет салфеток не хочу тащить туалетную бумагу и класть ее вместо салфеток это противно у меня что-то сегодня день видео которое можно назвать что я ем в течение дня здесь у меня печенье которое я перекусывал а это вот непосредственно ужин можно сказать гречневая каша опять те же самые цукини и грудка куриная что Мелеса ну моя да она особенная но это не краска тетя перепутала положила тебе помаду там где фломастеры убивает короче говоря вот такой у меня ужин и одного мне аппетита Чали ты опять орешь потому что папа до сих пор не пришел а ты его ждешь и орешь я красил ну и крась Чали да Миша паркует машину поэтому Чарли орет логично а я ем у нас каждый а ты красишь у нас каждый ест тогда когда он хочет и бывает что мы вместе собираемся там или на обед или на ужин или в субботу там да или какие-то такие дни но в общем у нас такой подход что когда кто хочет тогда кто то есть если совпадает едим вместе если нет то не надо сидеть голодным и ждать когда всем это подойдет вот поэтому приятного аппетита какой же козел этот мопс вот этот спит этот орет мне кто-то написал что есть система как отучить собаку лаять когда хозяин уходит вы знаете когда мы все уходим мопс дрыхнет а когда муж не вернулся все он будет стоять и орать причем он стоит жопой к двери как бы дверь там он стоит жопой к двери и орет и я думаю что его поздно пытаться отучить потому что он старый и вообще он мопс последний кого можно чему-то научить это мопсы да Бонни вот Бонни можно чему-то научить хотя тоже еще тут балбес короче дамы и господа завершать надо сегодняшнее уже видео в машине сижу жду пока муж придет с Мелиссой и что хотел рассказать а про вкладывание чеков про вложение чеков на счет я как-то рассказывала ну что ж она мигает противно так выключу эту штуку все равно я на стоянке про вложение чеков в банкомат мне кто-то написал что можно через аппликацию и я пробовала через аппликацию но через аппликацию это стоит 10 шекелей 10 гребаных шекелей через банкомат когда ты вкладываешь это стоит шекель через аппликацию 10 и если у меня есть вложить там 200 чеков скажем в неделю там да но соответственно посчитайте или по шекелю или по 10 это очень серьезная разница поэтому иногда мы я могу и в субботу пойти в банк это сделать и в пятницу и в любое время когда банки уже не работают просто пойти в какой-то банк и поэтому я рассказывала что мы делаем иногда такой целый север круг целый проезжаем между разных филиалов нашего банка чтобы просто банально вложить чеки клиентов которые надо уже вложить вот потому что ты можешь положить заранее в банк и дождаться там чтобы они там тебя ждали но это все берет офигенные деньги оно того не стоит лучше потратить полчаса и вложить эти чеки самому потому что ну блин або 2000 шекелей в месяц тратить на то чтобы не вместо в неделю нужно 200 там чеков но это бешеная сумма это совершенно того не стоит как бы час работы на вкладывание чеков каждую неделю как бы ты за этот час что блин заработает даже даже по шекелю как то дороговато за час работы по шекелю там на 200 штук ты платишь 200 шекелей кто в час зарабатывает 200 шекелей я бы за 200 шекелей делал если был способ бесплатный Потому что час работы за 200 шекелей Это классно Если это в 10 раз дороже То за 2000 шекелей час работы Я буду пешком ходить и вкладывать Потому что это по времени выйдет намного выгоднее Чем пользоваться аппликацией Один когда чек есть и 10 шекелей Это не важно Переться в банк, это система Но мне намного выгоднее пройти несколько филиалов банка Потому что не всегда работают эти банкоматы На вкладывание чеков И не всегда это удобно Но 10 шекелей, извините Это просто невменяемая цена За вложение чека на счет Просто дико Опять же, у кого один чек Наверняка для вас это будет суперудобно Но эта цена какая-то вообще нереальная Все, дамы и господа Большое спасибо всем за внимание Увидимся в следующих видео Все, всем пока-пока